Александр Беляев, Мистер Смех, Часть 1. На распутье. Спольдинг вспоминал счастливые, как ему казалось, минуты, когда он положил в портфеле тестат об окончании Политехнического института. Он инженер-механик, и перед ним открыт весь мир. Для него светит солнце, для него улыбаются девушки, для него распускаются павлини хвосты роскоши витрины магазинов, для него играет веселая музыка в нарядных кафе, для него скользят по асфальту блестящие автомобили. Правда, сегодня это еще недоступно для него, но, может быть, завтра он возьмет под руку голубоглазую девушку с ярко-пунцовыми губами, сядет с ней в блестящий автомобиль, поедет в лучший ресторан города. Ну, понятно, это все будет завтра не в буквальном смысле слова. Надо найти работу. Послужить инженером у хозяина, скопить немного денег и открыть собственное дело, а дальше все пойдет как по маслу. Найти работу. Это, конечно, нелегко. Спольдинг хорошо знает об этом. Но кризис и безработица – страшные слова не для него, Спольдинга. Разве в институте у кого-нибудь из студентов был такой рост, вес, такие мускулы, как у него? Разве во всех спортивных состязаниях он не побеждал всех своих товарищей? А голова? Разве он не кончил высшую школу одним из первых? Мог бы и первым, если бы не слишком увлекался спортом. Главное же – ни у кого нет такой стальной воли, такого упрямого стремления к власти, такой страстной жажды богатства, такого аппетита ко всем благам жизни и такой фанатичной настойчивости в достижении цели. Спольдинг ринулся головой в свалку, как изголодавшийся волчонок, пустив в ход и волю, и жажду, и зубы, и когти. Но вскоре оказалось, что всего этого мало. Когти ему понадобились только на то, чтобы однажды в сердцах сорвать висевшее на воротах завода объявление приема нет. Зубами он грыз от злости камышовую трость, получая очередной отказ. В большинстве случаев ему не удавалось проникнуть не только в кабинет директора, но и к секретарю. Ему оставалось лишь говорить по телефону из проходной конторы или из вестибюля. Однажды он попытался силой прорвать кордон, но был с позором, под руки, выведен из кабинета личного секретаря машиностроительного магната. Он жил на случайные мелкие заработки, нередко недоедал и ожесточился. Он со злорадством думал о том, как сам будет еще более беспощаден с неудачниками, когда все же достигнет вершин земного благополучия. И если обычные пути трудны, нужно находить более быстрые, новые, необычные. Новые пути. Где они, эти новые пути? Спольдинг начал жадно прислушиваться, ловить каждое слово о быстрых или необычных способах обогащения. Как-то в вагоне подземной железной дороги Спольдинг услышал разговор об удаче одного писателя-юмориста, который одной книгой сделал себе огромное состояние. Спольдинг сам читал эту веселую книгу и от души хохотал. Но ведь у него, Спольдинга, нет литературного дарования. Через несколько дней он прочитал о человеке, нажившем, несмотря на кризис, миллионы на патентованном средстве для ращения волос. Секрет заключался в том, что это средство, невероятно, но факт, действительно вызывало усиленный рост волос. А изобрести такое или подобное средство – нелегкий и нескорый путь. В другой газете сообщалось о колоссальных заработках знаменитого комического киноартиста Преста. Увы, у Спольдинга не было и артистических талантов. Усталый, раздраженный, с тяжелым грузом дневных огорчений и обид, поздно вечером возвращался с Спольдинг домой. Шагал он по узкой комнате с окном во двор и слушал, как за стеной кто-то заунывно играл на странном инструменте. Звуки напоминали то флейту, то скрипку, то человеческое контральто. Эти звуки действовали ему на нервы. Непонятен был тембр, непонятно меняющаяся мелодия, то чарующее, прекрасное, то кошмарное, нелепое. Непонятны были, как и вчера вечером, неожиданные переходы музыкальных звуков в пулеметную стрельбу, впрочем, очень скоро прекратившуюся. Непонятен, наконец, был исполнитель. Ученик не мог играть столь блестяще такие технически сложные вещи, артист не мог исполнять музыкальные нелепицы, странные по содержанию и форме. Уже несколько дней эти звуки интригуют и беспокоят Спольдинга. Надо будет спросить у хозяйки дома, кто поселился в соседней комнате. И сегодня за стеной после певучей скрипучей мелодии вдруг послышался адский железный скрежет, свист, верещание. Спольдинг начал стучать в стену. Звуки умолкли. Вы прослушали ознакомительный фрагмент аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...